Нам вот в последнее время крайне активно поставляют бронетехнику и артиллерию почти в бригадных комплектах. Может ли это быть признаком того, что готовится серьезная драка и мы будем весной наступать? Или это больше для того, чтобы сдерживать российское наступление? Это и для того, и для того. Я сначала предположил и высказал в своих видео о том, что сначала нам надо сдержать российское наступление, нам надо провести оборонительную операцию и нанести максимальный разгром российской первой волны мобилизации, на основе которой Путин хочет выставить, как сказал наш главком генерал Залужный, войско численностью до 200 тысяч. Но сейчас я смотрю заявления серьезных военных, например генерал Милли, глава комитета начальников штабов Пентагона, он сказал, что Украина может перейти в контрнаступление, но они рекомендуют, и аналитики американские говорят об этом, что они рекомендуют не спешить Украине переходить в контрнаступление. Не дождавшись всех поставок техники по этому пакету по результатам заседания в Рамштайне, которое состоялось вчера. То есть я так понимаю, что они рассчитывают, что этого вооружения хватит как на оборонительную операцию, так и на контрнаступательную операцию. И мы готовим сейчас, я так понимаю, готовим резерв, в том числе вы правы, бригадными комплектами для того, чтобы осуществить. И кстати, вчера задавали вопрос, я отвечал на него, я сказал, что мы не будем ждать. Если Россия не сможет подготовиться к марту месяцу, в марте начать наступление, то мы начнем его наступление сами, если мы будем к этому времени готовы. Так что вполне возможно, что и для того, и для другого. Так, наверное, будет правильнее и более полноценно ответить на этот вопрос. Добрый день. Если сравнить весь арсенал вооруженных сил Украины на данный момент с тем, что мы имели на момент 24 февраля, то в какой момент мы более сильные? Я имею в виду, что в феврале у нас было немало своей техники, снарядов, самолетов, ведь мы смогли отбить наступление тогда. Да. Спрашиваю я это потому, что пытаюсь понять, смогли ли мы при помощи западной поддержки вернуть наш арсенал в исходное количество или теперь даже превосходит, или теперь меньше. Ведь если вернули в исходное количество, то теперь это количество состоит из западной техники. Но наступление вражеское тем более будет отбито, причем гораздо проще. Я вам скажу так, что сегодняшний наш арсенал превосходит то, что было 24 февраля. Хотя бы только из-за того, что наша армия развернута в штаты военного времени. Мы начинали войну в штатах мирного времени. И да, вы абсолютно правы на основе западных технологий, западного вооружения, которое на порядок лучше по многим параметрам старого советского или модернизированного российского вооружения. Поэтому мы намного сильнее сейчас. У нас есть шансы отразить это нападение. Ну и как оценивают наши шансы наши западные партнеры, особенно американские аналитики и чиновники, у нас есть шансы еще и перейти в контрнаступление. Единственное, что надо отметить и как бы нельзя недооценивать врага, это то, что Российская Федерация тоже увеличивает количество. Вот здесь ключевое слово не качество, а количество. Они увеличивают количество вооруженных сил. Если вторгалось в Украину там 175 тысяч, то сегодня на территории Украины, вот на этой юго-востоке Украины, который оккупирован, и Крыму, которые оккупированы российскими войсками, находится порядка 300 тысяч российских военных. Естественно, с техникой вооружения. Но в плане качества у нас превосходство за счет западной техники. Еще бы подбросили танки, авиацию и ракеты, то тогда преимущество было бы существенным. Но пока оно, ну, будем так и есть, но оно не такое уже большое, как нам бы хотелось. Во время войны с фашистами они на танках обвешивали куски гусениц для защиты. Если на Т-72 в уязвимых местах обвешать в 2-3 слоя эти коробочки, то что это даст? Ну, там не столько для защиты обвешивали, потому что вопрос кумулятивных снарядов тогда был, ну, будем так говорить, не сильно развит. И в основном бронебойными это были болванки, которые просто проламывали. И бронебойными снарядами появились первые снаряды с остальными сердечниками, с остальными тогда еще сердечниками для бронепробиваемости. И тогда траки защищали, но их еще вешали из-за того, что надо было ремонтировать танки. И эти траки заменяли в случае попадания в гусеницу, перебивали. Надо было менять несколько траков, добавлять, вот для этого снимали эти навесные траки. Плюс вы не забывайте, что трак Второй мировой войны крепился на стальном пальце. Запас хода его на стальном пальце был очень и очень маленький. Они очень часто выходили из строя, поэтому возили с собой запасные, то есть перетирались. Сегодня там траки гусянка-танка ходит 5000 километров. За счет резинометаллических шарниров, которые вставлены в каждый трак. Но сегодня ты хоть в два слоя обвесь траками танк. Во-первых, вы его утяжелите только, это раз. Но второе, сегодня кумулятивные снаряды, бронебойные снаряды, снаряды с вольфрамовыми сердечниками, подкалиберные снаряды, они дырявят все, что можно дырявить. Ну, если ПТУР бронепробиваемость по характеристикам 800-900 миллиметров брони, то трак не спасет. Ни один слой, ни два слоя трака не спасет. А у, допустим, таких вещей, как стугна, как дживилин, у них тандемная головная часть. То есть, первая часть разносит эти траки, а вторая часть пробивает саму броню.